И у меня достаточно темный оттенок, это пятый Бэйн Бэйн Забыла Всем привет! Не знаю, что в последнее время произошло, но такое впечатление, что все бренды сговорились и начали как-то одновременно выпускать очень классные релизы По крайней мере, вот зацените сегодня мои глаза и губы Это будут, наверное, основные хиты сегодняшнего видео И я вот так вот замечаю, что хотя еще ноябрь, но мои макияжи все более и более блестящими какими-то становятся Такое впечатление, что я уже морально к Новому году готова А вы вот, кстати, расскажите мне, как у вас появляется вот это предновогоднее настроение, какой-то дух новогодний Или вот наоборот, абсолютно этого чувства нет У меня как будто начинает появляться Хотя обычно я еще 29 декабря могу сидеть такая, типа, что, Новый год, да, через пару дней? Ммм, ясно Не знаю, уж способствует этому косметика или нет, но однозначно я наслуждаюсь всеми этими глиттерами, блестками, разными праздничными релизами и всем таким нарядным Ладно, давайте это вступление, эту прелюдию не затягивать и переходить уже к макияжу, где я, собственно, все эти новинки буду вам демонстрировать в нанесении А для глаз у нас с вами сегодня просто супер бомбическая находка Я вам честно признаюсь, когда я заказывала эту палетку, я не предполагала, что придет она от такого качества Я думала, ну, будет, как обычно, я уже привыкла в последнее время, уровень революшн, вот где-то так И давайте, кстати, я скажу, о какой палетке, собственно, идет речь Сегодня будем делать макияж с помощью новой палетки от Catrice, которая называется Crystallized Rose Quartz Ну, как понятно из названия, это палетка в таких розоватых оттенках, в бордовых оттенках, также здесь есть один фиолетовый И я вот, когда только ее получила, посмотрела, я так, ммм, тени выглядят достаточно кремовыми в ней Но когда я начала свочить, вот здесь я реально офигела, потому что это качество просто обалденное Я бы сказала, что это качество уже таких уровнем гораздо повыше теней Давайте я вам сейчас live swatch сделаю, например, вот какой-нибудь матовый оттенок возьму Посмотрите, насколько плотная пигментация, насколько плотно этот оттенок переносится Я уже молчу про какие-то металлики, потому что металлики здесь просто, это какое-то прям супер жирное сливочное масло Они невероятно красиво переносятся и очень красиво играют тоже Такого рода металлики не нужно ни смачивать, ни влажным способом наносить, потому что, ну, реально, это очень круто Причем не только металлические тени здесь классные, здесь и матовые тени тоже классные И что еще дополнительно классно в этой палетке, что здесь, в принципе, все самые нужные матовые есть Поэтому, если в целом вы любите такую гамму, а я знаю, что многие из вас любят вот такую вот розовато-бордовую гамму в повседневном макияже Я вот очень советую присмотреться к этой палетке Не просто классная, а прям, знаете, такая классная на уровне находки И вот теперь, когда мы нарисовали такую красоту на верхнем веке, мне не хочется, честно говоря, ее портить следующим продуктом Ну ладно, все равно стоит вам об этом рассказать Короче, заказала я вот такую вот радость от Revolution Pro, по-моему, да, это линейка Revolution Pro Называется это Artist Liner Короче говоря, это жидкая подводка с необычным таким фетровым аппликатором Казалось бы, вроде такой он достаточно стандартный, но в то же время Его отличие в том, что он не твердый, а очень такой вот подвижный и маневренный Но вот это попробовав, я разочаровалась очень сильно Я не знаю, сейчас он будет вообще рисовать или нет Ну да, судя по всему, он отстоялся немножко В общем-то он рисует Проблема этой подводки для меня заключалась в том, что она пересохла Вернее, ее аппликатор пересох Еще когда я рисовала хвостик только первой стрелки Причем вот эти вот манипуляции ее не спасают Я не знаю, как пойдет сегодня, но в прошлый раз я еле-еле вырисовала два таких маленьких хвостика В итоге плюнула, дорисовала потом стрелки другой подводкой Ну и вот, о чем я говорила Сегодня я была, конечно, умнее И я сразу старалась симметрично рисовать стрелки Не вырисовывая сначала одну полностью, а потом переходя ко второй Сразу старалась вот так вот между глазами прыгать Для того, чтобы хотя бы вот это нарисовать Ну, как видите, мне хватило на хвостики И вот, после этого она вот, видите Я надеюсь, что нас сегодня спасет другой хит, который мне очень понравился Это подводки новые от NYX, которые называются Glitter Goals Вообще, NYX, по-моему, каждый год выпускают эти подводки как обновленные И обычно всегда к Новому году Потому что, ну, естественно, такие вещи наиболее актуальны в праздничное время И вот эти подводки очень мне понравились Они действительно классные Я себе взяла два оттенка Первый золотистый, а второй такой, как розовое золото И вообще у меня эти подводки появились Потому что я делала новогодний макияж для Натина Который они будут постить в своем инстаграме Но единственное, разве что он появится не раньше декабря Этот макияж, вот так вот заранее мы с ними это все делали Но макияж получился просто бомбовый Вообще, мне настолько понравился результат И вот эти подводки действительно наносятся насыщенно То есть можно сделать не просто какой-то акцент Или, знаете, просто повозюкать вот так по веку, чтобы блесточки добавить А реально получается сделать глиттерные такие стрелки Не знаю, мне очень нравится Сразу получается такой супер нарядный лук Кстати, поверх черной подводки тоже классно выглядит Сразу скажу, у этой подводки есть некоторые особенности После нанесения старайтесь не сильно там моргать Или жестикулировать глазами Закатывать их и так далее Потому что может отпечататься Ей нужно отдать буквально там, я не знаю, секунд 20-30 Для того, чтобы она подсохла И все, она железобетонно будет держаться Также, когда вы рисуете, она может попадать на ресницы Поэтому с ресниц лучше сразу снимать Потому что если на ресницах засохнет То тушь потом вообще коряво будет выглядеть И последнее, это то, что если вы просто вот так вот достаете аппликатор То можете заметить, что на аппликаторе как будто ничего нет Поэтому перед тем, как достать аппликатор Покрутите его там по баночке И тогда очень хорошо набирается вот достаточное количество Чтобы прям вот такую хорошую стрелочку нарисовать с одного раза А, и еще такой небольшой советик Если вдруг вы ляпнули этой подводкой не туда, куда надо И у вас испортилась форма То не старайтесь подтирать ватными палочками Или уж тем более пальцами Пальцами размажете 100% Подождите, пока немножко подсохнет Потом возьмите вот такой вот ершик И вот такие вот ершики Блестки убирают лучше всего То есть, если вы где-то испортили форму Возьмите потом вот так вот этим ершиком Чуть-чуть вот снимите Там, где лишнее И нарисуйте ее заново Очень классно выручает Так как у нас все такое сияющее и блестящее Я думаю, что я также возьму и металлик какой-то На нижнее веко нанесу очень тоненько Для того, чтобы не перегружать Не делать из этого смоки А оставить акцент все-таки на верхнем веке То, что я вам сегодня покажу новенькую от L'Oreal Это, как мне сначала показалось Коллаборация с Карлом Лагерфельдом То есть, я думала, что, возможно, эта коллекция Которая вышла вообще у L'Oreal Которая называется L'Oreal X Carl Мне казалось изначально, как только я ее увидела Что эта коллаборация была Возможно, это одно из последних, над чем работал Карл Перед тем, как он нас покинул И я хотела вот прям отдельное видео вокруг этой продукции сделать Заказать всю коллекцию и сделать на нее обзор Но потом я узнала, что Карл вообще здесь никакого отношения не имел К этой коллекции L'Oreal, по-моему, просто выпустили эту коллекцию Как дань уважения Карлу Лагерфельду И, соответственно, у меня сразу градус интереса так конкретно понизился Тушь в целом нормально наносится Симпатично выглядит на моих ресницах Но она каждый раз отпечатывается у меня на нижнем веке Вот что не делай, какой консилер не наноси Как его не закрепляй Вот каждый раз она у меня отпечатывается на нижнем веке И вот эти вот точечки черные я на протяжении дня подтираю постоянно А еще сегодня я хочу вам похвастаться, что я наконец-то, спустя столько лет И столько ажиотажа на YouTube Попробовала легендарную тональную основу от Catrice С HD Liquid Coverage Я очень многое слышала об этой тональной основе Но я никогда ее не заказывала, потому что это матирующая тональная основа И, ну, если вы не впервые на моем канале, вы знаете мое отношение к матирующим тональным Оттенок я себе взяла 10 Light Beige Этот оттенок, кстати, идеальнейшим образом мне подходит Вообще вот просто максимально сливается с моим лицом И сразу забегая наперед, скажу, что я просто в шоке Потому что она мне настолько сильно понравилась, что я даже этого не ожидала Я знаю, что у нее очень похожий состав на Fenty И я вот от нее такого же ожидала Но Fenty гораздо более плотно выглядит у меня на лице И гораздо более сухо ощущается Вот эта как будто просто растворяется в моей коже Делает ее мягкой, такой бархатной на вид Заблюривает основную текстуру Ну, конечно, естественно, это не фотошоп, что прям совсем уж Но все равно настолько красиво выглядит Я даже этого не ожидала И тонко тоже выглядит на лице Ну, реально, что за дела? Я не понимаю вообще, как это возможно После нанесения как будто новое лицо я себе надела Тон выровнялся, недостатки скрылись Потому что покрытие у нее даже выше среднего Все заблюрилось Как я вам и сказала, я даже близко не ожидала, что мне может настолько сильно понравиться Матирующая формула Причем она мне не сушит, не подчеркивает морщины Не забивается тоже в морщины на протяжении дня Очень стойко держится Я не могу, честно говоря, придумать ни одной негативной характеристики для этого тона Вот не зря он настолько популярен Не зря его настолько многие любят Я точно не знаю, как он ведет себя там прям на очень жирной коже В любом случае, я уверена, многие из вас его пробовали Отзовитесь в комментариях, как он вам Какой у вас тип кожи Есть ли какие-то особенности Из-за чего он вам не нравится Или наоборот, это ваш самый любимый Мне будет очень интересно почитать Если бы у меня сейчас был еще новый бронзер Я бы его пустила в ход Потому что как раз вот очередь его настала Но бронзера нового у меня нет Зато у меня есть новые румяна И я хочу их нанести до всего Чтобы показать вам максимально Правдоподобный оттенок Не смешанный с бронзером Или хайлайтером У меня вот такие вот новые румяна от NYX появились Это, насколько мне известно Новая коллекция их Sweet Cheeks И у меня достаточно темный оттенок Это пятый Bang Bang Когда смотришь и сопоставляешь с моим бледным лицом Кажется, девочка, ты ошиблась оттеночком Тебе явно что-то надо посветлее И в принципе, может быть, так и есть Потому что все-таки для более темных тонов кожи Это будет логичнее Я могу наносить эти румяна Но мне с ними нужно очень осторожно И, кстати, мне очень понравилась формула этих румян Потому что я думала, это обычные такие Ну, обычные сухие румяна Но в то же время они настолько шелковистые И такие как полукремовые По свочу такое впечатление, что это прям такой вот металлик Даже нет, не металлик Это может вас напугать Скорее, знаете, такое маселка жирная Которая очень хорошо, кстати, растушевывается То есть, как видите, да, я немножко набрала Начинаю растушевывать И этот оттенок растягивается То есть, это не пятно вот такое вот страшное А вот именно растянутый такой оттенок получается И, естественно, когда наносишь слегка на кисть То и на скулы так переносится тоже красиво Вот, я вам серьезно говорю Не пытайтесь набирать больше Вот здесь вот как будто практически ничего нет И то я потом немножко это растушевываю в кисти Как бы распределяю равномерно И только после этого начинаю переносить На щеки И начинает проявляться вот этот вот оттеночек Добавить всегда легче, чем убрать Поэтому даже если вам кажется, что маловато А мне кажется, что маловато Потому что я, наверное, сейчас слишком сильно вас перепугала Все-таки, ну, не настолько мало надо набирать Можно чуть-чуть пожирнее набрать Но, тем не менее, лучше добавить, чем потом стараться убирать Потому что нифигашеньки не уберете Придется заново доставать тональный Перекрывать это все Ну, вот видите, оттеночек уже начинает хорошо так проявляться И это такой кирпично-розовый оттенок С моими глазами сейчас сочетается чуть ли не идеально вообще И вот, как я вам и сказала Формула этих румян мне тоже очень понравилась Потому что она и не матовая И не блестящая И не сатиновая И не светящаяся какая-то Она просто вот как-то натурально выглядит на скулах То есть вот эта зона не запудренная Не перепудренная И в то же время не металлическая Не сияющая А вот такое впечатление, что действительно максимально натурально это выглядит на лице И мне вот прям после этого стало интересно попробовать и другие оттенки в этой линейке Так, мы с вами наконец-то добрались до губ И для губ я, конечно же, взяла очередную нюдовую помаду Ну, не ругайтесь Потому что я знала, что макияж глаз будет вот таким вот И в принципе брать что-то яркое или розовое или баклажановое Ну, мне кажется, немножко перебор Особенно еще с таким глиттерным лайнером Да и вообще, что я оправдываюсь Люблю я просто нюдовые помады Поэтому на моем канале они преимущественно и появляются В общем-то заинтересовала меня вот эта новая линейка от L'Oreal Там вся линейка состоит из нюдовых помад Прям рай для меня Я себе взяла оттенок, который называется Neu Cliché Помадки очень интересные Потому что я не знаю, как правильно прокомментировать эту текстуру У меня такое впечатление, что на губы переносится какой-то тонкий пудровый слой Вот именно тонюсенький пудровый слой Это ни в коем случае не такая классическая кремовая помада Которую наносишь и прям жирок такой ощущаешь Нет, она какая-то вообще настолько тоненькая Но при этом пигментированная И на губах абсолютно невесомо ощущается Оттенок тоже мне очень нравится у этой помады Такой вот максимально универсальный Мне кажется, под любой тип макияжа подойдет И под розовый, и под коричневый, и под бронзовый, и под что угодно Очень красиво тоже лежит на губах И не собирается вот так вот стремно в полосочку Именно из-за своей вот этой тоненькой такой пудровой текстуры Однозначно, если вы любите такие текстуры И любите вообще в целом нюдовые помады Вот очень рекомендую заценить в интернете эти помады Посмотреть на них с вочи, заказать Потому что реально очень классная На этом все Пожалуйста, не забывайте ставить лайки Если вам это видео понравилось И если вам в целом такой формат нравится Если вы впервые на моем канале Или еще не подписаны То обязательно подписывайтесь, нажав на круглую иконку Вот здесь вот И также можете посмотреть сейчас другие мои видео Которые вам рекомендует YouTube А если вы эти видео смотрели То мы с вами встретимся в моем новом выпуске Через несколько дней